Привет, зритель! Ставим лайк и поехали! Кухня это то место, где мы проводим немалую часть своего времени, готовя на ней и поедая плоды своего кулинарного творчества. Часто бывает так, что из-за собственного незнания мы по неосторожности портим продукты или же просто не имеем понятия. Что, к примеру, яичная скорлупа это отличнейший ершик для бутылок и еще многое другое, о чем мы сейчас и поговорим. Остатки соуса. Вы приготовили еду, но осталось немного соуса. Вовсе не обязательно его выкидывай. Можно заморозить соус в формочках для льда. Когда времени на приготовление полноценного обеда или ужина не будет, просто достаньте пару кубиков из морозилки и добавьте в пасту. Прогрейте блюдо в микроволновке и наслаждайтесь экспресс-ужином. Сок цитрусовых. Во многих рецептах требуется сок цитрусовых. Чаще всего это лимон и лайм. Сок цитрусовых круто украшает салатом и рыбные блюда. Это полезная и низкокалорийная заправка. Чтобы выжать из цитрусовых максимум сока без потерь, следует предварительно прогреть плоды в микроволновой печи. Эффект вас приятно удивит. Тонкие ломтики сыра. Чтобы тонко нарезать ломтики сыра, нужно хорошенько постараться или просто воспользоваться овощерезкой. С ее помощью можно нарезать настолько тонкие и ровные ломтики сыра, что все гости будут приятно удивлены вашим мастерством. Будьте аккуратны и не порежьтесь. Сушеная зелень. Если после приготовления какого-либо блюда у вас осталось большое количество рубленой зелени, не спешите ее выбрасывать. Отправьте зелень в микроволновую печь на пару минут при максимальной мощности. Она подсушится и станет пригодна для хранения в герметичном пакете. Смело можете использовать ее в следующий раз. Ложка в кастрюле. Наверняка с вами такое случалось. Размешали суп, оставили ложку в кастрюле, а она взяла и упала в кипящую воду. Привет! Головная боль и спасательные операции по вызволению нагретого металла из воды. Как же закрепить ложку на стенке кастрюли? Обмотайте ее основание обычной резинкой в несколько раз. Готово! Банки с вареньем. Предыдущий пункт не единственный способ применения обычной резинки на кухне. Если вы хрупкая девушка, то вам эта простая вещь поможет открыть желанную банку с малиновым или вишневым вареньем. Сделать это без помощи мужчины довольно сложно, но этот способ вас приятно удивит. Разделочная доска. Разделочная доска предательски скользит по столу. Мы знаем, как ее остановить. Намочите бумажное полотенце и положите под доску. Это удивительно, но скользить она действительно перестанет. Вот такой крутой лайфхак. Спагетти вместо спички. Звучит как название абсурдной драмы, но это правда. Если вдруг спичек в доме не осталось, а вам срочно нужно создать обстановку романтики или уюта с помощью ароматизированных свечей, то отправьтесь на кухню за спагетти. И вот свеча уже вовсю горит. Хвостики лука. Тяжело в этом признаваться, ведь время назад не вернуть, но мы чистим лук неправильно. Как сделать это без потерь и потекшей туши? Очистите лук от шелухи, но оставьте при этом хвостики. Вы сможете быстро и легко нарезать лук, поддерживая его за эти самые хвостики. Затем их можно обрезать и удалить. Яичная скорлупа. Место ершука для бутылок. Грязные глубокие бутылки. Это особая печаль. Если у вас, в арсенале есть специальный ершик для чистки бутылок подходящей длины, то у вас нет повода тосковать. В противном же случае мытье такой посуды превращается в сложнейший квест. Делимся лайфхаком. Насыпьте в бутылку яичную скорлупу, налейте немного воды и потрясите. Идеальный результат гарантирован. Снимаем зерна кукурузы с початка. Просто поставьте початок острым концом в форму для выпечки кексов и срезайте зерна сверху вниз. В итоге кукуруза в миске, а вокруг никакого беспорядка. Продлеваем жизнь восковых свечей. Просто положите восковую свечу в морозилку на день перед тем, как зажигать ее. Свеча будет гореть медленнее и прослужит в два раза дольше. Украшаем кексы. Быстрое решение для украшения кексов. Сахарная пудра, просыпанная сквозь кусочек кружева. На этом я с вами прощаюсь. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик, а также не забудьте перейти на наш сайт Астроумно. Ссылки есть в описании. Всем пока!